Состояние Саратовского авиационного парка обсудили в ходе круглого стола, который прошел в областной думе. На заседании выяснилось, что у эмбраеров бермудская регистрация, а это значит, что за их обслуживание отвечают специалисты компании, расположенной на Бермудских островах. Такой подход к безопасности саратовцев со стороны авиакомпании, собравшиеся, назвали не иначе, как разгильдяйством. Аналогично они оценили и ситуацию, сложившуюся в сфере международных перелетов. Напомним, с 26 октября Росавиация приостановила зарубежные полеты саратовских авиалиний, что сильно ударило по туристическому бизнесу региона. Услугами турфирм с учетом вылета из Саратова пользовались жители нескольких регионов, а это около 4 миллионов человек. Сейчас саратовские авиалинии подготовили пакет документов на восстановление права международных перевозок. Он будет направлен в Росавиацию 10 ноября. В рамках нарушения безопасности полетов был сделан запрет, но, к сожалению, наказали все население нашей Саратовской области. Поэтому надо в кратчайшие сроки помочь компании, прежде всего, решить вопрос, связанный с получением разрешения полета обратно. Все замечания, которые были выявлены в ходе предыдущих проверок, саратовские авиалинии учли и исправили. Но каким будет решение Росавиации, представители перевозчика пока сказать не могут. По предварительным прогнозам, международные перелеты могут быть возобновлены не раньше Нового года. Между тем, с 1 декабря в Саратовский аэропорт придут 4 авиаперевозчика. Пока они будут осуществлять перелеты по маршруту Саратов-Москва. Редактор субтитров А.Семкин